На исторической арене появляется такой, ну по-своему гениальный военачальник Тамерлан. Он возглавлял монгольское войско, который, знаете, как шторм, как цунами сносил государство просто, подчинял себе. Огромное силище, страшный гениальный военачальник. Такой Наполеон своего времени, только с востока идущий. И в это время получается раскол в Орде. Битва Ханов и Тамерлан начинают расправляться со своими конкурентами, со своими политическими противниками. А поскольку Москва платит дань его конкурентам, то, соответственно, для него что получается? Россия, это, получается, Русь, это, ну, противники, да, законная добыча. И, соответственно, он с юга поворачивает на север и начинает гнаться за своими противниками, их уничтожать. И, соответственно, вот перед ними Русь раскрывается, да, распростерная. Что он делает? Он сходу захватывает города, захватывает селения и подходит к Москве. Вот такой цунами, такая волна накрывает Россию. Естественно, справиться физическими военными силами невозможно против такой силы. Потому что у нас возможностей таких не было в тот момент. Но, тем не менее, сын князя Дмитрия Донского, Василий, собирает войско, какое у него было, выходит навстречу городу Коломне. И все прекрасно понимают, что, ну, попытаемся, конечно, но человеческих сил мало. И тогда что делают наши предки? Они в очередной раз начинают думать, почему Бог посылает такую волну, да, такой цунами, который может просто снести Русь, и там ничего не останется. Голая земля. И начинают понимать, что просто так у Бога ничего не бывает. Голая, значит, какой-то промысел в этом есть, да, какая-то цель, какая-то задача. А поскольку дело было во время Успенского поста, ну, когда это все, все это движение, это мерло, началось на Россию, то наши предки начинают понимать, что это все дается для, как бы это тяжело ни было, трудно ни было, но для духовного укрепления, чтобы каждый подумал, чем он согрешил, чем он Богу прогневал. Если бы такая волна идет в этих войск и сметает все на своем пути. Потому что получается, что у каждого христианина очень важная роль в государстве. Пусть мы не занимаем какую-то, может быть, важную политическую роль, не имеем власти какой-то политической. Но вот давайте вспомним Содом и Гоморру в Ветхом Завете, помните? Город, где полностью разрушился этот город. И там был праведник, да, лод своей семьи. И он молится, он знает, что Господь уничтожит эти города. Говорит, а если будет там сто праведников, сохранишь, Господи, сохраню. Помните, вот такая, условно говоря, торговля, не торговля с Богом, да, но где тот самый минимум, когда можно оставить это государство, потому что вот этот самый минимум со временем может стать как зернышко, да, и прорасти, как в закваске эти дрожжи, да, которые могут эту муку превратить в годную для выпекания хлеба, в годное тесто. То есть есть какой-то минимум, когда можно это государство, развращенное, погрязшее в грехах, там, в коррупции, воровстве и всем, что угодно, в грехах, в разных страстях, сохранить его. И вот получается, независимо от того, какое положение у человека в обществе, если он будет верен Христу, если он будет верен учению церкви, о Боге, о нравственности, да, будет стараться сам, то получается, независимо от того, какое у него социальное положение, Бог сохранит страну. И вот это понимали наши предки хорошо. И что они делают? Они, получается, посылают духовенство, чтобы чудотворную икону Владимирску, которая уже много раз уже через нее Господь помогал нашей России, стране нашей, чтобы эту великую святыню перенести из города Владимира в город Москву. И вот как раз сегодня, 8 сентября, по новому стилю, мы вспоминаем это событие, когда крестным ходом на руках несли эту чудотворную икону, как встречал ее народ, как молились люди, как устроили очень строгие посты, молитву, устроили каждый проверку своей души, очищение своей души в покаянии, потому что враг же идет, смерть уже близко может оказаться. И вот как раз в этот день, когда икону принесли к Москве, сейчас это территория Москвы, конечно, ну, раньше это была окраина Москвы, в этот момент Тамерлану, который дремал в своем шатре, ну, планировал генеральное сражение, чтобы захватить Москву, является во сне, представляю, Богородица, которая показывает ангельскую силу, небесных воинов, и, ну, если так простым языком говорить, предлагает ему вариант, или он остается и погибает, или он идет, ну, снова к себе домой. И вот это реальный исторический факт, исторический событие, когда без всякого генерального сражения, без захвата Москвы, которая вот уже у ног его лежит, уже вот тут на ладони, огромное войско собирается, вмиг разворачивается и уходит снова на юг, и Москва, и Россия снова остаются целыми и продолжают жить дальше. Так вот, братья и сестры, вот это событие мы сегодня вспоминаем, называется встреча или встретение Владимирской иконы Божьей Матери. Но все эти события, братья и сестры, они должны нас учить, история учительницы жизни, да, мы все тоже должны понимать, что любое общественное событие, трагическое какое-то, да, или в нашей жизни событие, в виде восстания страстей, каких-то бед, сложностей, оно тоже посылается для чего-то, это не просто какие-то случайности, для чего-то дается. И что делать христианину в этот момент, когда он понимает, да, мы осознаем, что вот страсти прут, и я ничего сделать себе не могу. Вот давайте сравним эту историю с Томерланом. Вот войско-то идет, оно захватит однозначно Москву, уничтожит всех жителей. Там летописцы писали, что поля Руси были усеяны телами, не воинов даже, а просто обычных гражданских людей, ну, обычных жителей. То есть никого не жалели, это просто хаток. И в этот момент люди понимали, что только Бог поможет, только, представляю, Богородица поможет, молились, каялись, да, и получали Божью милость. Так же и нам с вами, братья и сестры, не надо опускать руки. Эти наши духовные Томерланы, они тоже страшные. Они очень сильно показывают свою силу. Особенно, когда мы в поддавки с ними начинаем играть, заигрывать с ними, да, перестаем за собой следить, они очень легко захватывают наше сердце, вот нашу Москву такую, да, и пытаются ее уничтожить, захватить. И в этот момент нам не надо опускать руки. Мы должны понимать, что покаяние очищает человека. Оно приближает человека к Богу. Оно дает силы справиться с этой ситуацией. И вот в Евангелии нам сегодня показывается духовный закон, как это делать, братья и сестры. Кратненько совершенно, да, перескажу. Один господин, это притча, один господин решил разобраться с хозяйством и должников позвал. И вот один должник пришел, и оказывается, он должен такую огромную сумму денег, которую я даже, братья и сестры, вам на рубли перевести не смогу. Ну давайте 500 миллионов, вот что-то я придумал сейчас. У вас же нет таких? Точно? Ну у меня точно. Для меня это какая-то невероятная сумма, о которой я даже мыслить не умею. И вот он пришел, и хозяин говорит, давай возвращай, проценты накапливай, сколько можешь уже там, не поймать, чем заниматься. А он говорит, у тебя нету. Он говорит, ну все, давайте его продать. Это была практика того времени. Продать его, жену, детей, скот, там всех и возместить. Не возместить, все, пускай они работают в распространстве, пока не отдадут свои эти самые средства. Ну понятно, что как человек начинает выступать? Он каяться начинает, да, он говорит, прости меня, ну потерпи на мне, ну отдам-ка потихонечку. Он же понимает, что не отдаст. Ну деньги-то какие? Ну что начинает делать? Господин, смилосердовал, да, как говорится в Евангелии, то есть смилостивался, пошалел. Говорит, ладно, иди, прощаю тебя. Не должен ты мне ничего, все, иди с Богом. Тут обрадовался. Выходит, этого господина, товарищ его там идет, а он ему должен 10 тысяч. Говорит, да отдай мне 10 тысяч. А он говорит, а у меня нету. Все, включил аппарат, государственный по изыманию долгов, как эти называются? Коллекторов. Коллекторов позвал, да. Они-то вот там в тюрьму посадили, продали его там в жену, там все такое. Товарищи говорят, ну что ты сделаешь? Прости ему. Тот молит его, прости меня, я дам тебе эти свои 10 тысяч. Он говорит, ничего не знаю, ты не прав, ты задолжал, все, будьте любезны. И до господина дошла эта информация. И как он поступает? Он снова его зовет и говорит, я тебе сколько простил? 500 миллиардов? А, или миллион. Ну, неважно. Огромную кучу денег простил тебе? Простил. А ты почему 10 тысяч не простил товарищу? И поэтому я снова возвращаю тебе твой долг, снова возвращаю, и ты снова мне должен, поэтому продать его, и все пошло как по первому плану, да, продать всех и работать в рабстве. Вот что нам сегодня открывает в этом Господь? И толкует Господь сам ее эту притчу, что кто так же поступит, Отец наш Небесный, в каком случае? Если мы от сердца своего, от сердца, не словами просто, а от сердца по-настоящему, прощаем прегрешения наших близких. Он готов простить нас, нашего, вот такие вот, 500 миллионов, миллиардов наших грехов. Но если мы согрешаем против ближнего и не прощаем, да, то что происходит? Не просто мы, знаете, вот, простил все, мне долги простились, у меня ноль на счету, да? Я согрешил, там плюс один грешок. Ничего подобного. Оказывается, все снова возвращается. Вот если мы с вами, как христиане, подумаем глубоко, братья и сестры, вот мы приходим в церковь, очень часто взрослыми людьми, да, и у нас накоплен жизненный опыт, не только положительный, но очень часто еще опыт грехов, да ведь? Ну так, так мы живем. И вот мы приходя в церковь, мы каемся, прощает нас Бог, мы начинаем новую жизнь, но если мы снова начинаем грешить, и даже в таком вопросе, как прощение своего близкого, то оказывается, все то, что вот, с чем мы пришли, оно что? Возвращается, да, и возвращается ответственность за это все. Понимаете, как насколько это важно, правильно общаться нам с вами, да, с нашими близкими, прощать им то, что они против нас грешают. Поэтому вот, дорогие мои, вот такой нам дается механизм, если мы хотим с Богом жить, то мы должны духовный закон знать, и не ждать, когда нам какой-нибудь Тамерлан придет, да, и постучится в нашу дверь, и только тогда мы вспомним, что надо каяться, и вспоминать о Боге. Это мы должны делать всегда, чтобы вот эти вот ответственности за наши грехи, за прошлое, не накатывалось на нас, да, и мы снова и снова не становились ответственными за то, что вроде бы, казалось бы, уже ушло из нашей жизни. Поэтому давайте будем внимательны, братья и сестры, да, давайте вот эту духовную войну будем вести в нашем сердце, чтобы эти Тамерланы нас не победили. И будем помнить, что покаяние, молитва, вера спасает нас, потому что Христос спасает такого человека, который кается и верит в Него. Помоги Господь вам. С праздником!